16 команд каждый год выходят на арену, чтобы доказать верность своему знамени. Но в конце останется только одна. Три, два, один. Начинайте холодные игры. И пусть удача всегда будет с вами. Выбор названия для команды – важнейший элемент для привлечения болельщиков на трибуны, узнаваемости и адекватности бренда и даже в какой-то степени устрашения противника. Но бывают в хоккее случаи, когда фантазия ответственных за это дело людей уходит куда-то не туда, и мы получаем абсолютно упоротые названия команд. Причем они звучат странно как в оригинале, так и в переводе. Для этой подборки мы не рассматривали любительские команды пивных лик. Там такое даже в какой-то степени приветствуется. Представляем вашему вниманию нашу версию самых странных, смешных и неадекватных названий североамериканских хоккейных команд. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Шесть сезонов в конце 2000-х в ECHL. Хоккеисты душой и телом рубились за эмблему коронованного лосося на груди. Виктория Сэлман Кингс особых успехов в лиге не добилась, но уж точно радовала зрителей странной эмблемой и не менее странным названием. Чем руководствовались серьезные мужчины в дорогих костюмах, когда давали команде такое имя, сказать сложно. Не можем не показать и вот этот гол, который организовали нападающие лососевых королей в далеком 2010-м. Хорошо, что названия команды не влияют на качество игры некоторых хоккеистов. Слово «рык» очень неплохо передает серьезный настрой спортивной команды на игру. Есть в этом что-то отважное, но в Гринвилле перестарались с нагнетанием напряжения и добавили аж три буквы «Р» в название, а на Логан рисовали абсолютно неустрашающего пса, похожего на пекинеза. Гринвилль Гроул в сезоне 2001-2002 выиграли главный трофей ECHL, но менее странным и нелепо легендарным название команды от этого не стало. Мы прекрасно знаем, с какой любовью в Канаде относятся к хоккею. Безусловно, каждый крупный город страны должен обладать профессиональной командой. И в ходе этого неофициального соревнования наибольшие проблемы с названиями команд случились в Ванкувере. Оно и сейчас не выглядит мощно, а ведь был период, когда люди ходили посмотреть, как играют в Ванкувер Миллионерс. Да, вот так просто. Мы и так знаем, что спортсмены могут много зарабатывать. Но зачем же так целую команду называть? Иногда люди перебарщивают с агрессией. Да, какие-нибудь медведи, акулы, быки вызывают подсознательный страх и уважение. Но в Льюистоле посмотрели на этот вопрос под необычным и довольно странным углом. Название команды Льюистон Мэниакс вызывает, пожалуй, только недоумение. Добавляют странности и абсолютно упоротый персонаж налога, и тот факт, что эта команда все же юниорской лиги. То, что в названии подстроили написание слова «маньяк» под название «штат Эмэна», в котором располагалась команда, вообще не спасает положение. С животными в североамериканской культуре также периодически перебарщивают. В Калифорнии своя сложная история с появлением команд Анхайл и поднятием активности. В 70-х появилась команда Сан-Франциско Силс. Да, тюлень для хоккея вообще не первая ассоциация. Ну ладно, привыкли. Но в какой-то момент руководители команды сошли с ума и решили, а не поставить бы нам еще слово «золотой» в название. Вот круто будет. Круто не было. Калифорния Golden Seals просуществовала недолго. Приехала в Кливленд, и там благополучно как франшиза умерла. Но память о них жива до сих пор. Надо иметь изощренную фантазию, чтобы назвать хоккейную команду Адерондак Фростбайт. Кто не знает, Фростбайт с английского языка — это обморожение. И вот непонятно, то ли они своей игрой собирались соперников морозить, то ли сами хотели играть как обмороженные. В любом случае, агрессивный медведь налога эту изначально странную идею не вывозит. И название выглядит нелепо. Есть в штате Техас город под названием Одесса. Суровому штату суровые команды. Местный коллектив получил название Одесса Джекалопс. Кто такой Джекалопс, спросите вы. А это помесь зайца и антилопы. По сути, рогатый заяц. Вот и представьте себя на месте соперников, техасских одесситов. Вы выходите на лед против рогатых зайцев. Отчего вы, вероятнее, умрете? От страха или от смеха? Иногда людей, которые дают название хоккейной команде, замыкают настолько сильно, что они вообще не могут придумать ничего адекватного. Даже зоологический справочник не помогает. В Гамильтоне как-то очень долго думали и решили, что было бы неплохо назвать команду в честь владельцев, скрестив их фамилии. Получился Гамильтон Финкапс. Джо Финокио и братья Купида были явно довольны. А вот болельщики пришли в недоумение. А вот это название сложнее понятия судить русскоговорящим болельщикам, не зная контекста. С виду название Make and Whoopie выглядит нормально, но вот слово Вупи в английском языке имеет очень сильный негативный подтекст. Делать Вупи означает заниматься сексом. Вот и представьте, каково было болельщикам команды постоянно объяснять оппонентам, что тут нет никакого скрытого пошлого смысла и вообще это что-то клевое. Вон, мы еще вам журавля налога приделали. Хотя нет, эта деталь совсем не помогает. Поскольку речь идет о хоккее, все солидные умы стараются в названии намекнуть на зимнюю принадлежность команды и частенько используют слово «лед» или его производные. Конечно же, оно должно быть в сочетании с животным. Вот в Рокфорде как-то не очень дружат с логикой. И назвали команду Ice Hawks. К ледовым вроде и претензий нет, но вот Боров – это уже другой вопрос. Еще и красный, если верить лого. Кажется, нет более далекого животного от хоккея. Почему тогда так назвали? Ааа, потому что. Бонус выпуска! Была такая команда – El Paso Buzzards. Словом «базард» называют местный вид грифонов. Вроде бы все отлично, вопросов минимум. Но как-то в рамках рекламной акции с целью поднабрать аудиторию команда на пару дней переименовалась в El Paso Cow Patis, то есть «коровьи какашки». И вот это уже вызывает уйму вопросов. Они даже мерч под это дело выпустили, потому что могут. На этом все. Пишите в комментариях, какие названия позабавили вас больше всего. А если вам понравилось это видео, ставьте свой упоротый хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока.